Депутаты районного совета это народные избранники, которым доверено представлять интересы жителей муниципального образования. Именно благодаря им славянцы получают возможность влиять на принимаемые решения с тем, чтобы содействовать улучшению своей жизни. Депутаты активно участвуют в работе на благо жителей. В ходе подготовки к очередной шестой сессии совета нашего муниципалитета назрела необходимость обсудить важные вопросы, вынесенные на сессию, чтобы работа на ней шла максимально четко и продуктивно, без непонимания деталей принимаемых решений. Совместное заседание депутатских комиссий совета Славянского района, которое прошло в зале районной администрации, было призвано расставить все точки над «и». Заместитель главы Славянского района, начальник финансового управления Валентина Пахарь, рассказала о внесении изменений в решении 17-й сессии о межбюджетных отношениях в районе, а также об утверждении порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из районного бюджета, чтобы поддержать сбалансированность бюджетов поселений. Межбюджетные трансферты из бюджета района, источником финансового обеспечения, который является бюджетное сигнование из резервного фонда, допустим, произошла такая авария или в цели предотвращения аварии согласно положению резервного фонда района, мы можем выделять сумму, допустим, скважина там где-то остановилась, записывала, чтобы население обеспечить водой, глава района имеет право принять постановление выделить из резервного фонда какую-то сумму на устранение, ну, на восстановление этой скважины, ну и так далее, это, к примеру, скважину привела. Валентина Пахарь подчеркнула, что эти решения будут утверждаться народными избранниками. Я хочу вам сказать, что на каждый вид иных межбюджетных трансфертов должен быть порядок, который утверждается на каждый вид абсолютно, и все межбюджетные трансферты распределяются, утверждаются на сессии. Также были рассмотрены изменения в бюджете района на 2021 год и на период 2022 и 2023 годов. На все вопросы депутаты получили подробные ответы. Начальник Управления экономического развития Юлия Фанасьева рассказала о переводе муниципальных услуг в электронный вид на портале государственных и муниципальных услуг Краснодарского края от Славянского городского поселения. Заместитель главы района, начальник Управления жизнеобеспечения транспорта и связи Василий Игнатов доложила результатов конкурса «Лучший орган территориального общественного самоуправления» в 2020 году и об изменениях проведения этого конкурса. Таким образом, все вопросы, вынесенные на предстоящую сессию, были обсуждены на совместном заседании депутатских комиссий Совета Славянского района, и у них не осталось непроясненных моментов. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, Константин Монастыренко. Программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова